Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. В этом видео представляю вам кинематический расчет отливочных полуавтоматов для конфет. Конфета-отливочный полуавтомат может работать совместно со шкафом ускоренной выстойки и без него. В любом случае, готовые конфеты после пуска машины могут быть получены лишь по их затвердевании, которое требует дополнительного времени. Средняя производительность отливочных полуавтоматов для конфет подсчитывается по формуле. Теоретическая производительность отливочной машины определяется по формуле или по формуле, которая внизу. А период Т большое по формуле, но вместо ню в квадрате подставляется Пи на 4 ню в квадрате, где ню отношение поршня к его диаметру. При большой вязкости конфетных масс среднюю скорость движения ВЦ поршня для одного и того же мерного цилиндра можно считать прямо пропорциональным текучести 1 деленное на мю массы. Текучесть – величина обратной вязкости мю. Для массы с текучестью 1 деленное на мю штрих, получим следующее выражение для скорости ВЦ штрих. Для массы с текучестью единицы деленное на мю два штриха будем иметь следующее. Тогда можем записать соотношение. В этом равенстве безразлично, в каких единицах выражена вязкость. Важно, чтобы она определялась на одном приборе и по одной методике. Подставляя вместо ВЦ его выражение, получим. Заменяя отношение числа отлива в числом зубьев в коробке скоростей К1 будем иметь. То есть число зубьев шестерен в коробке скоростей пропорциональной вязкости разливаемой конфетной массы и ходу поршня. А что такое число зубьев в коробке скоростей К1? И где же находится эта коробка? Сейчас я продемонстрирую вам рисунок с кинематической схемой отливочного полуавтомата. Сейчас вы ее увидите на весь экран. Чтобы увидеть, где находится коробка скоростей К1, я напишу снова то соотношение, которое показывал ранее. Все схемы, стоит сделать такое отступление, что все схемы, все расчетные зависимости вы можете скачать по ссылке в описании с бусти.ту. Вы проходите, подписываетесь, получаете доступ и скачиваете все схемы, которые демонстрируются в этом видео, графики и формулы. Пожалуйста, позаботьтесь о себе. И мы продолжаем далее нашу видео лекцию. Вязкость некоторых кондитерских масс, определенная на приборе Реутова в условных единицах представлена на экране. Если в формулу подставить найденные нами крайние значения вязкости при одинаковом ходе поршня, то отношение чисел зубьев будет такое. Отношение чисел зубьев коробки скоростей К1, я снова покажу вам этот рисунок с кинематической схемой, будет вычисляться по формуле и составит 0,65. Мы видим, что отношения получились довольно близкие. С другой стороны, для одной и той же массы отношение чисел зубьев в коробке скоростей пропорционально ходу поршня, поэтому коробка скоростей К1 пропорциональная трехступенчатая. Время заполнения одного лотка конфетной массой определяется по формуле. Расчетная схема отливочного полуавтомата представлена на экране. Подающие транспортеры Т2 и транспортер Т1 под отливочным механизмом представляют собой один непрерывный путь, по которому движутся один за другим лотки, не нагоняя и не отставая. Приводной вал О отливочного механизма кинематическими цепями с постоянным передаточным числом связан с каждым ведущим валом 1 подающего транспортера. В одних полуавтоматах связь осуществляется через промежуточный механизм ПМ и коробку скоростей К1 по сплошной линии, в других полуавтоматах эта связь дополняется второй коробкой скоростей К2, секторными зубчатыми колесами 3 и 2 и добавочным промежуточным механизмом ПМ2. Смотрите штрихпунктирную линию. Размеры изделий, входящих в выпускаемый ассортимент, определяют количество G поперечных рядов форм в лотке, размеры которого постоянны для данного полуавтомата. Чем шире ассортимент, тем больше вариантов количества рядов в лотке. Количество ступеней в коробке скоростей К1 равно числу вариантов рядов в лотке. За время Тр с заполнения одного лотка конфетной массой вал О отливочного механизма повернется на угол Фи нулевое равное 2Пи G. Расстояние L2 между упорами на подающем транспортере чаще всего больше расстояния L1 на транспортере под отливочным механизмом. Однако загружаемый подающим транспортером лоток не сталкивается с предыдущим, который подает под дозирующее устройство второй транспортер, имеющий сложное движение. Полную версию кинематического расчета отливочных полуавтоматов для отливки конфет смотрите на Boosty.tu по подписке. В полной версии видео представлена расчетная схема и кинематические связи полуавтомата, график пути транспортера в функции от времени, схема и расчет сложного и фрикционного храповых механизмов, устройство и расчет сложного и простого механизмов опережения, схема и расчет секторных шестерен, расчет питателя и потребной мощности полуавтомата. Все это вы узнаете из полной версии видео, доступ который вы получите после подписки, перейдя по QR-коду или ссылке в описании на Boosty.tu. Однако, если вам по какой-то причине неудобно подписываться на Boosty.tu, то доступ к этому видео вы можете получить став доном ВКонтакте в сообществе машины и аппараты пищевых производств. Ссылка также находится в описании. В этом видео мы с вами рассмотрели кинематическую схему и ее расчет, а также потребную мощность привода полуавтомата для отливки конфет в формы. Благодарю вас за внимание и напоминаю, что схемы, формулы, пояснения к формулам вы можете скачать с Boosty.tu, перейдя по ссылке в описании, и оплатив доступ к материалам. На этом я с вами прощаюсь, желаю успехов и до новых встреч.